МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вернее, просто некуда. Это село Грушка. И дальше тоже некуда. Село Грушка, а второе село назови его название? Фрунзовка. Да? Да. Мы, в общем-то, мы готовы снова, с новыми силами, отдохнувшие, исследовать наше Приднестровье, рассказывать о самых его необычных уголках и людях. И поэтому мы отправились сегодня, вот пока еще силы есть, в самую дальнюю точку нашего любимого края. Арсений, ну, в двух словах. Отдохнул, успел? Немножко. Я тоже, может, не до конца успела, но по нашим путешествиям точно скучала. Это точно. Я, на самом деле, когда собирался на север, я думал, здесь прохладно, одел штаны, а тут как бы жара такая же практически, как и в терраспуле. Ну, я думаю, что то, что тут холодно, это будет зимой, понятно. Летами-то везде одинаково жарко. Ну что, не будем терять время, не отправляемся? Да, идем посмотрим, что здесь есть. Вспоминать, как и что. Да, вообще, что нужно рассказывать. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вы приехали сегодня к нам? Да. Значит, мы вас очень ждали, рады вам. Ольга Васильевна, да, глава СИЛА. Да, да, администрация. Значит, я знаю, что у вас сегодня непростой день, сегодня праздник, день рождения телевидения, поэтому я хочу вам подарить такие две циферки, которые означают и показывают, сколько. Наш возраст, да. Да, сегодня 26. Ну, сегодня это, значит, в общем, ездили мы на съемки этого выпуска 9 августа, это день рождения нашего телевидения. Ну, слушайте, здорово, вообще так прямо приятно-приятно. Мне кажется, выпуск вообще должен получиться необычным, если нас прямо таким образом встречают. Очень приятно, спасибо вам. Ну, принято всегда день рождения праздновать, чем мы обычно, тортом, да? Да. Но у нас торта не оказалось, но молдавские плаценты, поскольку вы, поскольку вы нас встречали с тортом, Ого, ничего себе. Значит, мы вы встречали. Тут нам дошла заиграть какая-то молдавская музыка, и это у-у-у-у. Или откуда-то из-за кустов выйти музыканты. С днём рождения, любимое телевидение. Поэтому я вам сегодня дарю вот такой вот подарок, не торт, а молдавские плаценты. Спасибо, мы, честно, проголодались с дороги, поэтому даже отказываться не будем угощать. Пожалуйста, угощайтесь. А вы сами будете? Обязательно, тоже с вами. Тоже. Как я поэтому скучала. По еде? Или по калориям? По плациндам, Арсений. Так, ну, может, вы нам тогда подскажете, куда нам пойти? Обязательно. Значит, я вам советую сегодня встретиться с нашими народными умельцами, вышивальщицей, рукодельницей. А Арсению я советую встретиться тоже с нашим жителем села, Станку Анатолием Ильяновичем, который плетёт корзины. Тогда мы не теряем времени. Спасибо вам большое, Арсений, забирай плацинды нам сегодня на день. Ну, смотри, мы сейчас всё равно будем разделяться, поэтому... Спасибо вам огромное за такую встречу. Всего хорошего и доброго дня вам. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, я отправилась в гости к Ольге Степановне. Ольга Степановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Яна, ведущая программы «В путь», мы у вас в гостях. Мне посоветовали к вам заглянуть, сказали, что здесь вот хранятся семейные ценности. Да, у нас хранятся семейные ценности. Это наша семья. Мама моя была многодетная. У неё... Мы были 12 детей у родителей. 12? 12 детей. Вот они все. 6 мальчиков, 6-10. Вот я здесь. Это самая младшая. Мы все по росту. Так и вы. А, вы, получается, предпоследняя дочь. Предпоследняя, да. Всех дочерей мама Ольги Степановны Ульяна научила ткать и вышивать. Вот это мама ткала, вот эту нить. Ткала, потом... А, сама готовила даже полотно? Да. Полотно готовила, потом начинала вышивать. Потом еще добавила полотно и опять... Это техника крестик, да? Да. Этому ковру больше 40 лет. Представляете? Конечно, он уже далеко не в идеальном состоянии, но все же сохранился. Память о маме. На столах в скатерти, которые вышивала сестра Ольги Степановны, Маруся. Это тоже сестры, да? Да, сестра вышивала и вяжет она. Видите, и стаканчики такие, все она красиво вяжет. Подушки чьи? Подушки я вышивала и учила детей для детей. Во сколько вы начали учиться в этой школе? Когда ходили еще в школе, в пятом классе учить. Ну, сколько вам было в пятом, четвертой школе, в пятом классе? Иконы, подушки, скатерти, наволочки, ковры и салфетки. Крестиком, гладью, лентами, бисером. И это я наверняка еще не все запомнила. Но одно могу сказать точно. Это место определенно заслуживает звания Музея семейных ценностей. По этому ковру можно, да, хотите? Конечно. Это тоже мама с Калой или кто? Это Калая мама. Честно, как-то ощущение, как будто ходишь по музейному экспонату. Скажу вам, честно, мы когда вот ездим по селам в нашей передаче, мы стараемся, если можно, чему-то научиться. Пожалуйста. Можно у вас попросить мастер-классы мне? Конечно, можно. Ольга Степановна, ну с чего начинается искусство плетения, вышивания? Вышивание с чего? Материал главное иметь, нитки и пальцы. У меня чистое полотно, значит, можно вышить то, что я хочу, правильно? По традиции это будет название нашей передачи. Почему по традиции? Потому что мы не раз уже писали название в путь, на разных материалах и разными способами. Выжигали и вырезали на дереве, рисовали на батике, писали на снегу зимой. А теперь вот вышиваем. Вообще у нас название оранжевое, я тут оранжевых ниток особо не вижу. Можем взять персиковые такие, да? Да. Как оказалось, вышиваем гладью с Ольгой Степановной мы по-разному. Видите, как у меня получается? Да. Ну у меня примерно так же, просто по другой технологии. Да, но у вас больше времени идет на это. Вот так я беру, вот так. Ну разве как-то спешим? На самом деле, конечно, спешим. Еще столько всего хочется посмотреть в грушке. Но за душевной беседой время пролетает незаметно. Так, ну я все. У вас все, да? Надо закрепить тут. Так, ну вот что получилось. Нормально, красиво получилось. Знаете, я сначала хотела забрать ее с собой, но мы собираем всякие. Нет, а мне теперь хочется оставить вам на память, что у вас тут в гостях была наша передача, потому что, наверное, мы вряд ли еще когда-то в этом крае окажемся. Мы будем ведать, если мы еще будем работать, пожалуйста. Но я имею в виду, что ваше село не проездное. И хотелось бы оставить в вашем таком семейном музее небольшую память. И нас, может, вы когда-то там облагородите, например. Украсите. Да, украсите, и пусть остается вам на память. Спасибо вам большое. Очень рада была с вами познакомиться. Мы тоже рады вас видеть. И спасибо, что приехали, навестили нас. Вообще, на самом деле, впервые практически прогуливаюсь по Каменскому району, особенно по его такой самой-самой дальней части. Тут какие-то практически джунгли, поэтому какое-то время я не буду ничего рассказывать, просто погуляюсь и буду наслаждаться этой атмосферой. Совсем недавно уровень воды в Днестре был гораздо выше, чем он сейчас. Буквально по этой дороге, по которой мы сейчас идем, плескалась рыба. Такой, на самом деле, здесь очень насыщенный контраст запахов. С одной стороны, хвойный лес, с другой стороны, Днестр с его такими ароматами, поэтому очень необычно. Пока я, как герой произведения Патрика Зюзкинда, парфюмер, раскладывал на компоненты коктейль запахов, мне встретился, вероятно, один из местных жителей за весьма необычным занятием. Признаться честно, я не смог пройти мимо. Меня зовут Арсений, а вас? Я Станку Анатолий Миланович. Оказалось, Анатолий те корзины, что мастерит, дарит односельчанам, и мужчинам, и женщинам, когда те выходят на пенсию. Такая вот привычка. Мы сейчас находимся на берегу речки, здесь вот просто в самой такой северной части Каменского района. То есть вот дальше уже другие начинаются государства. С одной стороны Молдовы, с другой стороны Украины. Все, Приднестровье заканчивается здесь, в этом месте практически. Чем здесь уникальное это место? Почему сюда стоит приехать? Что вот здесь такого есть, чего нет в других уголках республики? Ну, посмотрите только на Днестр, какая красота. Воздух чистый. Ну, Днестр практически по всей республике красивый. Нет, у нас особенный. У вас особенный? У нас особенный, да. Вот природа, смотрите, воздушность гора, наоборот, подгорье. Тут есть и орех растет, и липа, и хвойные деревья, шиповник, когда цветет шиповник, липа цветет. Это запах уникальный. Во время неспешной беседы параллельно я осваивал лозоплетение. А что, может, на пенсии займусь? Хотя об этом рано думать. Еще немного посмотрел, как работает мастер, поблагодарил его за беседу и отправился дальше. В природе угадываются неуловимые отличия от той, что в центральных районах. Солнышко, конечно, припекает знатно. Все-таки чувствуется, что еще лето не закончилось. Анатолий Емельянович остался в лесу, там доплетает корзину, а я приближаюсь к еще одной достопримечательности села. Родник. Родник Шипот. Шипот, кстати, ну, это, если по-русски, то шепот. А Шипот это на грушанском диалекте. Он отличается от всего района. А, освежающая вода. Ну, в общем, Шипот, ну, как бы шепот, потому что такого-то издает звук. Как будто что-то шепчет, как будто что-то говорит. Если прослушаться, возможно, можно даже услышать что-нибудь интересное. Ну, времени нет, отправлюсь дальше. Очень красиво сделали, очень. Кстати, о воде. В селе нет центрального водопровода, и людям приходится бурить колодцы. В то время как очень чистая вода из этого родника вытекает в Днестр. Говорят, когда-то в советские годы были попытки установить здесь трубы и направить воду в село. Коммуникации после развала Союза испарились. Так и живут теперь, каждый со своей водой. Но к Шипоту все равно приезжают, чтобы приготовить особенное блюдо. Воды берут отсюда. Получается вкуснее. А я отправилась гулять по селу. Погода, конечно, не совсем подходящая. Жарко. Но что ж поделать. Я сейчас иду к очень интересным людям, к гостям, к пасечнику. Он когда-то работал, по-моему, на огромной ферме пчелиной. Не знаю, есть такое или нет. В общем, сейчас у него небольшое пчеловодство дома. Посмотрим. Я знакомилась с пчелами только, по-моему, в селе Дзержинском. Это было давно. Сейчас посмотрим. Что они делают летом. Тогда они спали, между прочим. А сейчас, мне кажется, они прям бодрствуют. Здравствуйте. Здравствуйте. Яна. Владимир Иванович. Владимир Иванович, очень приятно. Владимир Иванович сразу согласился показать мне своих пчел. Правда, на этот раз было страшнее. Тогда, в Дзержинском, поздней осенью, нам не было куда больше одежды. И я переживала только за руки и лицо. А сейчас... У вас есть какая-то экипировка? Как понять? Ну, одежда. Есть. Ой, вы прямо подготовились под мое голубое платье. Ну, а как же. Мы же... Артисты. Мне кажется, сейчас будут похожи на клоуна. Артисты, вы будете похожи... На пиноккио? На хорошего пчеловода. А-а. Первый раз меряю такой костюм. Пока могу сказать одно. Смешно. Пошли. Я так понимаю, я немного погорячилась, что в платье к вам пришло. Надо было еще и ноги защитить, да? Не надо. Не обязательно. Сейчас... Не обязательно, да? Нет, нет, нет. Они на ноги не смотрят. Они смотрят... Нет. Они смотрят на высоту человека. Подойдите сюда. Вот сейчас. А это что такое у вас? Это дымарь. Дымарь? Я их даю дым, чтобы они опенили немножко. Можно я попробую? Пожалуйста. И тут я почувствовала себя главной героиней фильма «Пчелы дыма не боятся». Страшное зрелище. На одной рамке примерно 300-400 пчел, а в одном таком ящике 20 рамок. Вот и считайте. Мы сейчас находимся в окружении 7-8 тысяч опасных насекомых. Боюсь, боюсь. С ума сойти. Тут целый рой. Сколько у вас таких домиков? У нас 15 штук. 15, да? Ну, а было около 100. Когда-то Владимир Иванович работал на колхозной пасеке. Так вот, там было 200 пчелиных семей. Поверить невозможно. 200 таких домиков. Когда колхоз расформировали, вместе с женой решили заниматься пчелами дома. Ведимир Иванович шелку это вперед. Ой, я выхожу отсюда, честно, выжатая, как лимон. Не знаю, наверное, от страха. У меня такое ощущение, что я просто выхожу с поля боя. Но живая. И даже не покусанная. Там уже присоединилась Елена Герасимовна, или вы к нам, или мы к вам, не знаю, да? Все вместе. Все вместе. Расскажите, что теперь надо делать. Вот мы забрали эти соты из улей. А дальше? А дальше берем отпечатку. И снимаем. И ставим медогонку. Это можно попробовать? Конечно, можно. Конечно. Вот так. Так это уже мед. Конечно, мед. Ой, такой сладкий. Бери вот этот. Прям очень сладкий. Он такой остается сладкий? Или, да? Скажи, сладкий, как мед. Сладкий, как мед, тоже? Сладкий, как мед. А дальше что? А вот шассал. Сладкий, сюда. Медогонку. А можно я попробую? Покрутить, пожалуйста. А подержите микрофон. А я вашу медогонку. И? И еще, 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 еще хоть минуту. Отличный фитнес. Достаточно. О, а я вижу, он там уже стекает. Видите? Достаточно. Сейчас я переверну еще одну в другую сторону. Вадим. Немножко мы помасили медом. Уже можно делать маску на лицо, на волосы медовые. Медовые. Медовые, но очень полезные. Ну что ж, еще каких-то 10 минут такого фитнеса и будет и еще чуть-чуть меда. Там вообще ничего не капает. Ничего не капает? Все надо вам надеть. Надо капать. Надо капать. Капать, а ну... Держите. И еще, и еще. И еще. О, а вот и мед. Ну, потом вы процедите его, да? Конечно, конечно. Можно так сделать, да? Раз у меня есть такое... Конечно. Полномочия сегодня такие. Да. М-м-м. Очень сладкий. Конечно, ушла я оттуда не с пустыми руками, а с баночкой свежего меда. Так что к прохладной осени я готова. Мед в чаю есть. К администрации игрушки относится еще одно село – Фрунзовка. Формально именно оно является самым северным. Все. Дальше, как сказал один фотограф, северный полюс Приднестровского глобуса. Мне кажется, Фрунзовка – очень интересное село, потому что, смотрите, прямо при въезде в него располагается вот такой вот указатель, такое вот обозначение названия. Честно говоря, вот сколько сил мы объехали, такого я и не видел еще нигде. Просто из дорожных, из покрышек сделана вот эта надпись. С ума сойти. И там дальше я вижу еще фигуры. Так что наверняка там есть что-то интересное. Пойдемте-ка поглядим. Фух, я уже прошел, наверное, уже около полутора километров. И, честно говоря, фигуры из резины не заканчиваются. Их здесь, ну, просто невероятно много. Здесь просто клумбы. Есть вот такие чудные, я не знаю, это, наверное, павлин или какая-то синяя птица. А там вообще аисты и очень-очень много всего. Там целый зоопарк резиновый. Пойдемте посмотрим. Конечно, становится очень интересно, как выглядит человек, сотворивший все это. К нему как минимум два вопроса. Как и зачем? К счастью, он оказался на месте в селе. И мы рады вам его представить. Друзья, знакомьтесь. Вот, собственно говоря, автор всех этих произведений, Александр Гаврилович, житель села Фрунзовка. Расскажите, как это все создавалось? Ну, на протяжении какого времени? Потому что здесь же очень много всего. Во-первых, в интернете эти вещи я увидел. Мы подумали, как же приблизить наше село. Я проходил около километра или даже больше. Вот на протяжении этого расстояния очень много-много фигур разных. Сколько их всего? Вместе с вазами, цветочными 600 штук. 600 штук. Это на каждое нужно по одному колесу. На дереве спряталась сова. Мне кажется, когда уходят листья, ее прям видно очень хорошо. Так, и сколько времени нужно, чтобы сделать одну фигуру, одно животное? Сутки. За сутки, получается? Ну, я делаю не одно, а сразу заготовка делает 5, 6, 10 штук. Ну, для вас, наверное, одна из главных наград это то, что на качелях, которые тоже сделали вы, играют дети на этой детской площадке. Для меня главная награда это добрые слова. Спасибо. Помимо большого количества всяких фигур, Александр сделал качель для себя. Здесь вот в тени ореха. Отсюда можно наблюдать, наверное, практически все его произведения. Конечно, к такому творчеству можно относиться по-разному, потому что, с одной стороны, это вроде бы вредные материалы, они находятся возле почвы. А с другой стороны, это же такая своеобразная фишка, туристический такой момент, который сюда может привлекать туристов. И это интересно. И самое главное, что нравится детям. Интересно, что силами одного человека появилась целая достопримечательность. Думаю, теперь у приднестровских путешественников точно появится желание сюда приехать. Вживую это зрелище в самом северном селе в Приднестровье впечатляет куда сильнее. За Фрунзовкой метров через 400 начинается Украина. Мне туда не надо, так что возвращаюсь в нашу приднестровскую игрушку. Я тоже решила заглянуть во Фрунзовку. Благо, недалеко. Да и что же, только Арсению новые места на карте открывать? Нет уж. Село Фрунзовка славится своими озерами. Всего их вокруг села, по-моему, четыре. Вот это озеро с 2004 года арендовал один из жителей села. Он его полностью восстановил, построил вокруг него дамбу и теперь ухаживает за ним. Покупают сюда мальков, заводят, разводят их с одной стороны, чуть дальше покажу вам где. А здесь уже водится рыба, которая, я так понимаю, вырастает. Я в этом, честно говоря, небольшой знаток. Но виды здесь просто потрясающие. Вот как раз это место, где разводят мальков. Что-то, нечто похожее на небольшое болотце организованное. Камыши, гладь озера. Романтика. Романтика, не то слово. Этому озеру 80 лет. Кстати, малька сюда привозят из Незавертайловки. Вот так пересекаются крайний север и крайний юг. Мне кажется, на эту красоту можно смотреть вечно. Там бабочки летают, птицы поют, стрекочут какие-то стрекозки, сверочки. Ну, атмосфера, честно говоря, непередаваемая. Кстати, в этом озере водятся карп, карась, белый амур, толстолоб и даже сом. Все-таки хорошо, что я не рыбак и могу просто наслаждаться этой красотой. Не думая, вот, была бы у меня сейчас удочка под рукой. Хозяин озера, как оказалось, был на месте. Отдыхал тут вместе с друзьями. Они угостили меня невероятно вкусной рыбой. Но, как истинные джентльмены, предпочли остаться за кадром. Наверное, потом сами пожалели. Впрочем, главное, что теперь я сытая. Честно говоря, за то время, что мы снимаем программу «Путь» в Каменском районе, я пока не успел его прочувствовать в полной мере. Я был в стиле «грушка», потом отправился во фрузовку, и сейчас я снова в «грушке». Ощущение, на самом деле, необычное, потому что, ну, вот, как-то такой дух здесь совсем другой. Особенно с учетом того, что рядом две соседние страны, прямо вот до такой степени близко, что вот сложно передать словами. Сейчас я отправляюсь к одной из жительниц, и там буду готовить какое-то блюдо. Я пока не знаю, какое. Думаю, что будет сюрприз. Яна, пускай, отдыхает, где-нибудь погуляет в одном из этих сел, а я вот займусь готовкой. Вот таким будет первый выпуск. Пойдемте. А вот дом, который я искал. Хозяйку отвлекать не будем, она, видимо, уже на кухне. Я сам пройду в дом. Здесь очень много цветов. Такое ощущение, как будто, ну, просто вернисаж какой-то. Самые разные. Я в них абсолютно не разбираюсь, но даже для меня это выглядит очень красиво. Надо будет обязательно у нее узнать, как ей удалось все это вырастить. Ух, заодно и поужинать хочется. Нина Иларионовна, спасибо, что мы оказались у вас в гостях. Мы очень рады быть здесь. У вас очень красивые цветы. Мы когда заходили, видели всю вашу клумбу. Очень красиво, очень все аккуратненько. Спасибо за приглашение. Как у вас настроение? Что будем готовить с вами? Сегодня будем готовить заму. Ага, то есть традиционное молдавское блюдо. Да. Для тех зрителей, которые, ну, в общем-то, только присоединились к просмотру нашей программы, мы напомним. Первый выпуск первого сезона программы «В путь» начался тоже с замы. То есть такая уже какая-то, получается, традиция интересная. Так, а в чем особенность замы, которую готовите вы? Потому что, как бы, один рецепт я видел. А как вы готовите? Я готовлю так, как готовила моя мама. Ага, это как? Ну, это вот, для этой понадобится домашнюю курицу, лапша домашняя. Да. То есть вы выращиваете сами курицы, то есть это, в принципе, ваше, да? Да, да. Все домашнее. Да, да. Ага. Это тоже вы сделали заранее, заготовку для лапши? Да, да, да. Угу. И сейчас будем резать лапшу. Давайте. Я, конечно, левша. У меня брат левша. А если с другой стороны попробовать? Можно. Ну, просто мне интересно. Можно. У вас очень остро, над очень, нож. Так быстро, как у вас, мне не получается. Это, конечно, это прям талант должен быть. Лапша лапшой, но во многом вкус замы зависит от курицы. Ей уделим особое внимание. Так, давайте курицу к нам сюда. Покажите. Угу. Чем, чем фаршируете курицу? Это как? Так, тут все внутренности, печень, сердце, легкие. Жарим лук, мелко режем вот эти внутренности, потом добавляем чуть-чуть кукурузной муки, чуть-чуть пшеничной муки, и там она чуть-чуть жарится, потом добавляю немножко водички, и потом добавляю яички, соль и перец по вкусу. Так, и потом вот эта начинка так как бы возвращается обратно в курицу. Да, да, да. И потом это снова нужно варить? Да, да, да. Это варится вместе с курицей. Раньше курицу фаршировали, чтобы блюдо получалось более сытным, чтобы накормить большее количество человек. Сейчас это осталось в качестве традиции. Лапшу отправляем вариться. Ну что ж, добавляем зелень. Так, наконец-то перед нами на столе вот эта просто невероятная зама. Во-первых, она выглядит очень красиво, я думаю, вы просто бы успели оценить. Она еще и божественная пахнет, потому что, ну вот, к сожалению, камера это не передает, но запах просто фантастический. И от мяса, и от начинки, которая была в курице, ну и от, собственно говоря, от супа. Давайте попробуем. Давайте. Вы, вас наверняка не удивить, потому что у вас уже проверенный рецепт, вы часто готовите. Но тем не менее, вот скажите на ваш взгляд, удалось или нет? Ну, такая уже успела чуть-чуть остыть, в меру, то есть его можно. Ну что, давай сначала вы, а потом я, к своему мнению. Я старалась, чтобы она не была слишком кислой и соленой, потому что не все кушают кислой и соленой. Я думаю, что она удалась. Очень вкусно. Тогда что? Я, наверное, я больше не буду ничего рассказывать. Приятного аппетита. Я просто буду есть. Приятный аппетит. Спасибо вам огромное за гостеприимство. Ну, приезжайте еще к нам в наши края. Спасибо. Единственное, я вот чуть не забыл, у меня есть ведущая, которая сейчас тоже гуляет по селу. Я ей, к сожалению, не смогу взять заму, чтобы она попробовала. Ну, потому что у меня нет ни термоса, ни какой-нибудь кастрюльки, но я видел у вас очень много цветов. Можно будет хотя бы какой-то небольшой ей как сувенир, чтобы как-то ее тоже порадовать, все-таки первый выпуск. Можно, можно. Спасибо вам огромное. И мы будем наслаждаться супом. Вам тоже приятного аппетита, если вы ужинаете. Арсений, на сегодня и вправду праздничный день. Знаешь, у меня ощущение, что я опоздала на свидание. Прямо к тебе. Ты стоишь такой одинокий, с розой. У нас практически один из... В игрушке. У нас, к сожалению, не выпуск программы «Холостяк», где стоит ведущий с розой. Это тебе. Спасибо большое. Мне подарила одна из хозяек, в общем-то, с которой мы готовили... Точно пахнет. С которой мы готовили заму. Замой не получилось. Это вот такая... Как не получилось? Зама-альтернатива. Ну, не получилось с собой взять, чтобы ты попробовала. А, ничего страшного. Слушай, на самом деле, такие очень смешанные ощущения после первой поездки. Во-первых, необычно после отпуска. Во-вторых, я пока еще не успел прочувствовать Каменский район. То есть, какой он? Что здесь? Я тоже прочувствовать не успела, но могу точно сказать, что я впервые в этом районе. И он поразил меня своей красотой. То есть, вот эти какие-то горы, холмы, природа потрясающая. Это просто нечто. Мне подарили мед, кстати. Пробовала? Да. Очень сладкий. Я его даже сама... Добывала? Да. Можно так сказать. Ну что, спасибо Каменскому району за то, что, в общем-то, встретил нас вот таким образом. Сейчас летняя ночь. Познакомилась с интересными людьми. Ела вкусный мед. Пробовала. Поэтому я безумно рада. И понимаю, что дальше больше. Дальше больше. Ну что, выбираем, куда отправляемся дальше. Давайте, наверное, вытянем. Посмотрим, что будет на этот раз. Наши традиции не меняются. Мы все так же вытягиваем из шкатулки. Рашков. Далеко. Желательно остаться еще на самом деле здесь, потому что рашков это всего... Ну, не так мало километров. Это, по сути... Километров 20, нет? Мне кажется, даже больше 20 километров. В общем, в любом случае, ближе, чем от Тирасполя снова. Это уж точно. Село интересное. Так что, рашковчане, ждите нас. Ждите нас через неделю. Ну, а мы по традиции оставляем наклечку. Уже решили оставлять ее на знаке в перечеркнутом. То есть, выезжая из села, что мы здесь были. Плюс фонарь еще светит в эту сторону, поэтому нам удобно это делать. Арсений, ну, побудь баскетболистом еще раз. Проверяем заново. Так, ты придержишь. Так, будет под буквой Ш. Не совсем ровно, но путь здесь был. Пока-пока, до встречи через неделю. Мы отправляемся в столицу. До свидания. До новых встреч. Всего доброго. Слушай, на розы действительно вкусно пахнет. Слушай, на розы veil. Слушай, на розы игре. Знаешь пахнет. Субтитры подогнал «Симон»